Здравствуйте, друзья! Часто слышу от людей, считающих себя патриотами, выкрики «Крым наш! Наша Олимпиада! Универсиада! Чемпионат мира!» Хочу вас огорчить, ничего нашего давно нет. У нас забрали страну целиком, вместе с Крымом, Москвой, Приморьем и остальными регионами. Также забрали возможность достойно жить, возможность открыто говорить, собираться и выражать свои мысли. Возможность после работы выйти на пенсию, а не на кладбище. Забрали наш голос и лишили честных выборов. И забрали это все не Китай, не США, а наши правители. Что еще берет гордость за страну или уже нет? Тогда ловить еще наказание за критику власти. По Конституции единственным источником власти является народ. И тут вопрос, кто же кого оскорбляет и кто кому должен штраф платить? Казалось бы, абсурдно, но нет. Этим законом правительство ставит жирную точку и говорит, народ больше не власть. Правительство вам ничего не должно. Это вы должны правительству. Зарабатываешь 15 тысяч, одно слово и штраф заплатишь. Друзья, уже почти 20 лет мы видим высокие цены на нефть и другие ресурсы. Они выросли валютным выражением почти в 4 раза по сравнению с ценами при Советском Союзе. А где все эти доходы? Сейчас мы видим уже не скрываемую антинародную политику, когда все законы принимаются в интересах олигархической коррупционной верхушки России, захватившей власть. Пенсионная реформа, повышение НДС и других налогов приняты не для развития экономики и не в интересах людей, а для разрушения России против всего народа. Как мы видим, даже Китай для развития экономики понизил НДС до 9%. А наш коррупционно-олигархический режим повысил НДС и другие налоги, чтобы полностью разрушить экономику России. В интересах своего народа Китай понизил пенсионный возраст до 50-55 лет. А коррупционно-олигархический режим России повысил до 60-65 лет, чтобы люди умирали прямо на работе. Для борьбы с коррупцией в Китае расстреливают коррупционеров. А в России армия Национальной Гвардии разгоняет антикоррупционные митинги в интересах коррупционеров. Ужасно, но факт. Преступники грабят Россию и карманы граждан под защитой генералов и прокуроров. Войны не народ и не родину защищает, а безнаказанный грабеж России и народа. Удивительно, но власти не хотят прекратить грабеж и привлечь негодяев к ответственности. Не народ защищает, а хотят закрыть рот людям, чтобы они не критиковали и не кричали от боли и унижения. Мы видим сотни миллиардов долларов долгов, прощенные другим странам. И мы видим процветающий бизнес олигархической коррупционной верхушки России в этих странах. Вы понимаете, в чьи карманы перетекли эти долги перед Россией? Друзья, вы знаете свои проблемы? Задайте себе вопрос. Разве эти проблемы были бы возможны в самом богатом в мире государстве, если власть работала бы в ваших интересах? Нет. Власть в России осуществляется против вас. Но вы же даже на протесты не выходите. Может вы заслуживаете такую власть? Они говорят, если вы мало зарабатываете, значит вы бездельники. Вот так в новейшей истории Россия из феодализма 21 века скатилась вообще в рабство. А ведь эти люди, если их можно таковыми назвать, которые принимают эти законы, кто они? Живущие на наши налоги, на ресурсе земли, на которой мы живем и работаем. Кто они? Слуги народа или паразиты? Вам решать. Вообще все пора решать самим. Выходить и решать. Когда кто-то говорит, что на митинге ходить бесполезно, этим уже ничего не решить. Да и устраивают эти митинги только проплаченные госдепом шататели режима. Тогда почему так никто не говорит про Францию, где люди вышли и добились справедливости массовыми протестами? Почему их не обзывают мейданутыми провокаторами? Не хотите выходить с движением или партией? Выходите сами за себя. Летом здесь в Новосибирске мы создали протестную коалицию оппозиционных сил. И в этом году мы будем только усиливать протест. Уже с января мы провели несколько акций и останавливаться на этом не собираемся. Когда нас будет достаточно много, мы заставим этих законотворцев платить за те оскорбления, которые нам нанесли. Права нам не дают, значит их нужно взять самим. Если вы хотите вернуть свои права и голос и вновь обрести страну, в которой вы живете, приходите 23 марта в 13.00 в сквер Орджоникидзе, 18. Хватит терпеть! Все на митинг протеста 23 марта в 13.00 в сквер Орджоникидзе, 18. Субтитры подогнал «Симон»!